Ну он же ублюдок. Извини. Вы дули? Я подумал, что это круто. Почему люди готовы жить в говне? Я подумал, что это очень круто. Плохо! Не гони волну. В начале этого года я посмотрел фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом престарелых». Я очень кайфанул. А вы? Я тоже. Как вы там оказались? Это фильм дебютанта. Парня, который молодой и никогда ничего не снимал. Как так вышло, что вы там были? Я оказался там, потому что, во-первых, мне показался сценарий достаточно интересным. Или точнее, сценарный материал продемонстрировал мне повод для того, чтобы получилось хорошее кино. И во-вторых, потому что там должен был сниматься Женя Ткачук. А мне очень нравится этот артист. Я очень хотел с ним поработать. Мне просто актерски хотелось с ним попартнерствовать. А откуда вы о нем знали? Где вы его видели? Я видел его у Сережи Гинсбурга в «Япончике», я видел его у «Урсулика» в «Тихом дуне». И мне кажется, что это один из самых сильных артистов этого поколения. Что особенного, когда работаешь с молодым, молодым режиссером? Вот по-честному, были моменты, когда… Ну, по сути, вы все, на время съемок фильма, вы его подчиненный. Творчески вы его подчиненный. Да. А когда он младше вас, там, примерно в два раза, когда он менее опытный, его опыт, там, в 150 раз меньше вашего, бывают моменты, когда вы думаете, блин, ну… Кино вообще — это терпение. Ты вообще, в принципе, должен терпеть. Должен научиться терпеть. И большей частью — чужую глупость. Как, собственно говоря, и в жизни. Это вообще очень хороший навык — уметь терпеть чужую глупость. В кино возраст не имеет такого большого значения, потому что в кино… Вообще, в кино общаются на «ты», пожилым людям, говорят, обращаются по имени, и, в общем, в кино принято более… более такое тесное, более близкое, что ли, контактирование. Молодой режиссер, я хотел ему помочь, чем мог. И мне казалось, что я ему помог, чем мог. Насколько эта помощь оказалась ему полезной, я не знаю. То, что было хорошо в сценарии, так хорошо и осталось. То, что было плохо в сценарии, так плохим и осталось. Кино, конечно, бойкое и такое… такое драйвовое, и этим оно хорошо. Но я уверен, что если бы он поработал бы чуть больше и послушал бы чуть лучше, то кино могло бы получиться гораздо лучше. А давайте один пример приведем. Что могло бы быть лучше? Что вот то, что было там плохим, плохим и осталось? Ну, я не согласен с тем, что так и не было решено. Про дом, про жену или женщину, с которой раньше жил. Про дочку. Это непонятно. Это все… Непонятно откуда дом? Где он бабки на него взял? Где бабки? Почему бабки? Его ли этот дом? Не его ли этот дом? Это все такие домыслы, да? Непонятная ситуация с Андреем Сергеевичем Смирновым, который так и остался Андреем Сергеевичем Смирновым. А не вором в законе. Как мне кажется. Угу. И, главное, финал. Финал мне очень грустный, потому что я сыграл смерть. Ну, то есть, уехал, уехал. И глаз остановился у человека. И дальше машина едет, и мы не знаем, вернется Витька, не вернется. Так это же кайф, это недосказанность. Ну, в том смысле, что, понимаете, вот для меня, что даже если он вернется, он уже живым его не увидит, для меня страшнее. Я когда смотрел… Он уже ничего не скажет. Он, даже если он вернется, понимаешь, он, понимаете, он уже ничего не скажет. Он уже ничего не услышит. Он уже ничего не почувствует. Потому что человек этот умер. Пиши насладиться человеком, прежде чем потеряешь эту радость. А если человек — ублюдок? Вот моя главная претензия в фильме — то, что я до конца не смог понять, откуда чувство, в общем-то, у чеснока появилось в процессе. Ну, он же ублюдок. Это недостаток сценария. Но я очень надеюсь, что… что все-таки что-то человеческое или какая-то доля человечности в моем персонаже существует. Во всяком случае, что-то щемящее там возникает. Вот… Там есть сцена… Там есть очень маленькая, очень короткая сцена такого человеческого разговора, когда действительно возникает ощущение, что… что они могли бы друг другу что-то дать. Вот для себя. Как вы для себя отвечаете на вопрос? Я в процессе фильма ответил. Если бы, не дай бог, у меня был отец, который в детстве мать бил черенком от лопаты, был просто извергом, бандосом, ублюдком, ушел из семьи, потом мать повесилась, и меня отправили в детдом, потому что, разумеется, отец не мог бы меня подхватить. Я никогда бы его не простил. Только из-за того, что он физически мой отец. С какого хрена? А вы? Я хотел бы оказаться в такой ситуации для того, чтобы быть конкретным по поводу ответа на этот вопрос. Потому что одно дело умозрительное ощущение от ситуации, и другое дело тактильное. Ты подходишь к человеку, берешь его за руку, он смотрит на тебя каким-то определенным глазом, и вдруг ты понимаешь, что ничего ты с собой сделать не можешь. У тебя такая тяжесть и груз, такой груз претензий, а глаза напротив говорят тебе «Извини». Показалось, что это кино вроде бы про десятые года, ну вот прям нынешние. Это эпоха микокредитов, когда все на кредитной игле, и, в общем, вполне про современность. Но как будто бы еще и про то, что 90-е возвращаются. У вас есть ощущение, что так происходит? Я думаю, что если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, много элементов 90-х годов вы увидите. Так или иначе, до сих пор ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни недостоинство не являются прерогативой национальной идеи. Национальной идеей является сила, наглость и хамство. Когда вы сталкивались с этим в последний раз? Да, собственно говоря, сегодня. Дал взятку гаишнику. Вы? Да. Так, вы передвигаетесь в Москве на своей машине? На своей машине, да. А что вы сделали? Ну, я нарушил немножко. Зачем вы дали взятку? Можно пойти оплатить в банке, это очень легко и быстро. Ну, потому что я не хотел тратить время, а он так хотел этой взятки. А я подумал, что может быть у него трое детей, чёрт его знает. Ну, вы признаете, что вы не правы? Ну, конечно, не прав. Нас часто ругают за ошибки, грамматические и не только, которые я допускаю во ВДУДе. Ругают совершенно по делу. Поэтому прямо сейчас несколько способов как-нибудь таким же болваном, как я. Не говорить «думаю то, что». Я слышал то, что… Мне всегда казалось, что он объяснял то, что… Это чудовищная ошибка. Это невероятный словесный мусор. И призываю всех не повторять завтра. Не говорить «договора». Ну, или реагировать, если так говорят другие. Заключались договора. Договора – это так же чудовищно, как и тренера. А это я регулярно слышал, когда общался с людьми из мира спорта. Не говорить «штампами». Например, «золотое перо русской журналистики». Кстати, про перо. Ребята из Microsoft и Acer познакомили меня с отличной штукой Windows Ink, благодаря которой я узнал, что еще не разучился писать от руки. И которая совершенно точно будет очень полезна и удобна для всех, кто много работает с текстами, графикой и презентацией. Я покажу вам, как этим пользоваться с помощью девайса на Windows 10. Вот самые классные и актуальные фичи, которые здесь есть. Редактирование вот этим пером текста. В общем, со всеми моими текстами можно поступать так. На, плохо написал, плохо написал. Рукописные заметки поверх фото и видео, а также прямо на веб-страницах и PDF-файлах. Теперь можно загружать видосы и рисовать на этих видосах все, что хочешь. Или в исходничке можно сказать. Димон, сделай в два раза быстрее. Моментальная и эффектная анимация в презентациях. Быстрая фиксация идеи и тезисов во время разговора без стука клавиш. Acer работает как трансформер. Во-первых, классика. Во-вторых, планшет. Ну и третье положение. Такой вот шалаш. Ну вы поняли. Меряем по ссылке в описании. За своим Acer Spin с Windows 10. Вы говорили, что не хотели сниматься в «Левиафане». Заставила жена. Для начала заставила. Это как? Какая последовательность действий была? Моя жена обзвонила всех наших друзей. И все мне капали на мозги по поводу того, что я не имею права отказаться от съемок у Звягинцева. Ну и она, конечно, была в первых рядах. Поэтому я поддался. О чем нисколько не жалею, надо сказать честно. А почему? Ну почему Звягинцев настолько особенным был для них тогда? Это всего лишь четвертый фильм, как я понимаю, его был. Я понимаю, что были три предыдущих, но вот что заставляло думать, что у него надо сняться обязательно? Не знаю. Интуиция. Машина интуиция. У Маши очень развита интуиция. Просто невообразимо совершенно. Почему вам понравилось сниматься в «Левиафане»? Ну и сам фильм, как я понимаю, тоже. И фильм мне нравится. Сниматься мне не очень нравилось, потому что это было очень тяжело. Что именно? Андрюша снимает очень много дублей. Просто очень много. Угу. И это на самом деле тяжело, потому что в одну сторону, в другую сторону, в третью сторону ты все должен отрабатывать. И это по 25-30 дублей. Это, в общем, очень большая такая нагрузка. Типа 30 секунд за день можно отснять? Ну не 30, ну там полторы минуты, может быть, две минуты, да. При его, в общем, неэмоциональности, так скажем, у него есть какое-то внутреннее содержание, которое он держит в голове, и это внутреннее содержание вызывает уважение. А что за содержание? И интерес. Это то, что потом ты увидишь на экране. Ага. Главная претензия к фильму, у него же есть американский референс, похожая история. В американском примере главный герой взял бульдозер и пошел сминать этот городок, в котором он жил. Да, потому что это американская версия. Почему наш оказался таким слабаком? Почему все, на что у него хватило сил, это просто забухать и потом пусть и несправедливо оказаться… Потому что он русский. Американец берет и делает. Потому что там психология другая. Психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизвеливлении, я знаю, что я делаю, я ответственен за свою жизнь. Вот психология американца. Если ввести в Google Алексей Серебряков, очень часто одной из первых строчек выпадает Алексей Серебряков «русофоб». Как вы относитесь к этому? Ну, для начала, вы русофоб? Нет, конечно. Слушайте, ну, записали, записали. Мало ли, куда меня что-то записали. Меня как-то это совершенно не беспокоит. Вам не было интересно, вам все равно, или вас это раздражает, или какую другую эмоцию вызывает? Меня, честно говоря, вообще не очень интересует чье-либо мнение обо мне, кроме… мнение моей жены. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Вы можете рассказать, как вы познакомились с этой женой? Я знаю ее с 16 лет. В 16 лет вы просто знали друг друга, или у вас были отношения? Нет, у нас не было отношений, она была подруга моей подруги. Прошло много-много лет, она прилетела на месяц из Канады повидать родителей и осталась. Она жила в Канаде? Она жила в Канаде. У нее была семья? Да. Но она к ней не вернулась от вас? Нет. Какой вы? Слава Богу, что у меня был всего лишь месяц. Ну, то есть, если бы было больше, может быть, все было бы по-другому. А так… Вы успели бы устать друг от друга? Нет. Я думаю, что просто этот месяц был настолько насыщенный, так остро стояла эта тема, принятие решения, что… Слава Богу, что это был всего лишь месяц. Если бы это растянулось, наверное, я бы… И спрятался. Потому что я рак. Так я как бы… Они нерешительные. Ну, я… Те, кто верят, это говорят. Ну, назад, назад. Легче назад от проблемы, спрятаться назад, отползти. Ваша цитата про «Груз-200». «Груз-200» во многом объясняет, кто мы, откуда мы и почему мы такие. Объясните. Вот. Санкт-Петербург. Да. 1903, по-моему, не помню. 1730. 1730. Вот строится Санкт-Петербург. Вся фасадная часть прекрасно, красиво, шикарно. Супер. Все, что во дворах, страшно, чудовищно и суицидально. Объясните мне, почему надо строить для других вот так, для тех, кто смотрит снаружи, а для себя вот так. Песня «Ах, вы сени мои сени, сени новые мои». Знаете почему? Потому что ставился квадрат, изба. А сеня — пристройка. И под нее не делали фас... Не делали... Не делали фундамента. Поэтому сени все время проседали. И все время их строили заново. Потому что они проседали. Из-за того, что не делали фундамента. Вот почему так? Не знаю. Если вас спросят, например, дети... Ну, посмотрите, заборы у нас какие. Вот вы видите, вот заборы. Ну, какие высокие или покосившиеся два варианта. Ну, я не имею в виду рублевку. Покосившиеся. Покосившиеся. Ну, почему они покосившиеся? Скажите. Люди бедно живут. Это не бедность. А что? Я же повторяю. Это не бедность — прибить ровно планочку. Угу. Это не бедность. Это абсолютная лень. Чудовищная, глубокая лень — не заниматься своей жизнью. Отдать власть кому-то. Пускай там делегируют... Делегировать власть кому-то. Пускай они там решают, как мы будем жить. Только чтобы... Только чтобы мы сами ничем не занимались. Если дети или кто угодно другой попросит вас в одном... или трех предложениях сформулировать, о чем фильм «Груз 200». Честно, не смогу. Ну, смотрите. Я увидел, что это фильм, в котором Балабанов показал... Я не помню, сколько он длится. Полтора часа, а час сорок. Вот в этом отрезке, около стаминутном, он показал советскую систему, которую перемалывает, уродует человека. Вот эти заводы на педрах кадрах этого города Ленинск, или как он назывался. Вот, эти трубы, все остальное. И по настроению, по каждому кусочку дымка он это показал. Ну, возможно, у меня просто обостренное отношение ко всему советскому, и, в общем, мне везде это мерещится. А вам как показалось, про что это? Именно про это. Ага. Но я не думаю, что это про советское. Если вы сейчас поедете в тот город, я думаю, что там все то же самое. Ага. И менты там точно такие же. И алкоголики точно такие же. Они рассуждают о городе солнце. Но все зависит от количества выпитого. Когда вы в сценарии увидели сцену, а вы читали весь сценарий, сцену, где бомж насилует прикованную кровати героиню, а рядом лежит труп ее жениха, приехавший из Афганистана. О чем вы подумали? Я подумал, что это круто. Я подумал, что это очень круто. Я подумал, что это... Это такая квинтэссенция человеческой... Человеческой... Как бы это назвать? Это такая глубина человеческой черноты, природной черноты, которая присутствует в каждом человеке. Человек не становится человеком только потому, что он родился с двумя ногами и с двумя руками. Если мальчик окажется... Маугли не мог говорить. Маугли только мог выть, орать, рвать зубами и нюхать собственные экскременты. Больше ничего Маугли не мог. Маугли становится человеком только тогда, когда у него есть родители, он идет в школу, потом в институт, он учится, читает книги. Только тогда, когда он не говорит себе, «Я такой, какой я есть». Потому что самая отвратительная фраза — это «Будь собой». Скажи ее, попробуй, мерзавцу. Или убийце. Скажи фразу «Будь собой». Что из этого получится? Фраза должна быть «Будь человеком». Но человеком не становится просто так. Человеком... Это огромная работа над собой. Огромная работа над самим собой. Над собственными чудовищными, корявыми, гнусными проявлениями. Над собственными мерзкими стараниями и стремлениями. Только работа с этим позволяет человеку быть человеком. Это то, что я пытаюсь своим детям объяснить. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. Актер Павел Майков недавно сказал, что ему неловко, стыдно за то, что он снимался в сериале «Бригада». Можете ли вы сказать то же самое про «Бандитский Петербург»? — Нет, не могу. — При этом вы не очень любите этот сериал? — Я не очень люблю этот сериал. — Почему? Это же культовое кино. — Ну, наверное, культовое, но мне не очень нравится этот сериал, честно. А почему — не могу сказать, потому что, собственно говоря, это всего лишь кино. Это не хирургия, никто не умрет. — Но все-таки у сериала «Бригада» был эффект. То есть я понял сериал просто — моя идея. Я понял, что хочешь красиво жить — будь здоров, что тебе в больничную палатку придут и вырежут вот так вот. И на кладбище отправишься. За красивую жизнь и дорогую — дорогая цена. — Честно, мне трудно обсуждать, я не смотрел сериал «Бригада». — А, ну я это объясню. — А, условно, в ста километрах от Москвы пацаны это поняли тем, что хорошо бы все-таки с волыной ходить по улицам. То есть эффект был такой. Возможно, я не думаю, что об этом думал Павел Майков. — Ну, в «Бандитском Петербурге» тоже неплохо ходить с волыной, но надо иметь в виду, что у кого-то может быть волына покруче. — Вы помните финальную сцену из «Бандитского Петербурга», где из «Калаша» вас стреляют, а вы певцов унесете? — Помню. — Я ее придумал сам. — Придумали? — Ну, я придумался. Я всегда придумываю себе, как погибать. Это очень важно. — Да? — Да. — Почему это важно? — Ну, вот важно. Важно, как погибнуть. Потому что это самое запоминающееся, что зрители помнят. Алан Делон всегда погибал на плане по колено. — Почему? — Ну, потому что вот так придумал. — А чем-то это объяснялось? — Ну, это эффектно. — А где еще вы придумали себе гибель? — Ну, последнее, последнее я придумал «Легенди о Калаврате». — Как вы там погибаете? — Меня пытаются разорвать двумя лошадьми, и у них ничего не получается, и тогда меня всего изрешетили стрелами. Это было очень эффектно. — А вы сцену пересматривали из «Бандитского Петербурга» потом? — Ну, только когда она пошла по телевизору, просто как… — Вот сейчас, когда я пересматривал «Готовься к интервью», это выглядело так себе. Вот когда вы несете, потом оборачиваетесь после первой пули… — Это Рубикон. — Рубикон? — Ну да, я переношу его через Рубикон. — Я просто хотел спросить про то ощущение того, что это забавно и занятно. Это потому что 17 лет прошло, и телепроизводство тогда было другим? — Думаю, да. — Из-за этого, да? — Конечно. — С какого дубля вы это сняли, не помните? Насколько тяжело Певцову было без дыхана лежать? — Очень тяжело было нести его. Он тяжелый парень. — Он жилось, да? — Он тяжелый парень, его очень тяжело нести. Поэтому снимали с одного дубля. — Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. — День, может быть, обстоятельства, когда вам пришла в голову идея. А почему бы не переехать на какое-то время с семьей в другую страну? — Рокировка. — Сентябрь 2011 года, когда Медведев сказал, что не идет на выборы, а Путин идет. — Почему? — Не знаю. Я понял, что будет. И понял, что нужно уезжать. — Какие были варианты? — Никаких. — Ну вы же стали изучать рынок? Куда, обычно? — Нет, я не стал изучать рынок. У меня Маша, жена, она канадка. У нее канадское гражданство. В связи с этим дети могли получить канадское гражданство. В связи с этим я не попадал на медицину и на образование. Поэтому страна была выбрана исходя из гражданства. Я очень хорошо понимаю, что мне нужно дать детям. Понимаете, если ты хочешь построить самый длинный мост, не надо в своей деревне ждать, когда там потечет река. Надо поехать туда, где есть эта река, и строить там мост. Но для этого ты должен разговаривать на языке, на котором говорят во всем мире. Ты должен быть образован. И твое образование должно быть учитано во всем мире. В связи с этим мне нужно просто было дать детям максимально большое количество конкурентных преимуществ. Поэтому мы уехали. Где они будут жить? Я не знаю. Может быть, Даня женится на бразильянке, а Степа женится на испанке. Я не знаю. Я знаю, что они открыты, они свободны, они свободно говорят по-английски. И, наверное, выучат еще не один язык. Я знаю, что они доброжелательные, они толерантные, терпимые. Они с уважением относятся к чужому человеческому достоинству и чужому телу. Ну, как бы так сильно даже. При этом они русские мальчишки. Алексей, вот все, что вы сейчас перечислили, я сейчас специально промотал в голове тех, с кем я в последние месяцы выпивал, проводил как-то время, с кем я разделяю. Одну из самых ценных вещей, которые у меня есть в последнее время — это досуг. Его очень мало, и поэтому, в общем, это очень ценная штука. Все, что вы сказали, к этим людям тоже применимо. Ну, английский мы знаем чуть хуже. Мы его знаем, но не настолько свободно, чтобы, в общем, входить в местные авиры и решать какие-то там юридические вопросы или что-то еще. Ну, у нас есть одно отличие, я понимаю. Как бы нас, мы в любой момент можем влететь на беззаконие. Нас могут посадить в тюрьму там или еще что-то. Но вы действительно считаете, что все то, всеми теми же принципами, которые вы сейчас описали, детей нельзя воспитывать в России? Можно. Если ты сам нормальный человек? Можно. Почему? Можно, конечно. Конечно, можно. Просто моя задача, поймите, моя задача — раскачать маятник их восприятия максимально широко. Они сами выберут сегменты, которые им будут близки и понятны. Но если я им дам вот такую амплитуду, то и выбрать будет не из чего. А если я им дам вот такую амплитуду, то и возможность выбора у них будет больше. А под маленьким вы что имеете? Полушария? То есть пожили здесь, а поживут там? Мне важно, чтобы они знали, что мир большой, что люди разные, что они по-разному одеваются, по-разному стригутся, разные кольца вставляют себе в уши и в носы, разные татуировки делают и так далее, и так далее. И чтобы можно жить с людьми, с ними можно общаться, разговаривать и делать дело. Вы говорили, что ваши дети, одна из вещей, которую в Канаде они приобрели, что они перестали толкаться локтями. Да, очень быстро. Алексей, а вот все истории абсолютно стереотипные про буллинг в английских и канадских школах, ну буллинг — это угнетение более сильными над слабыми. Не встречал. Про это сняты сотни фильмов, тысячи клипов. Не встречал. И вся молодежная культура американская, она на этом основана. Не встречал, не могу сказать, не встречал. И мои дети не встречали. И они никогда не приходили и не говорили, пап, тут мексиканец из класса вот такого размера меня... Нет, наверное, это в паблик, в скул, может быть, в каких-то школ... Вы поймите, все зависит от того, в какой школе, да, в какой районе. Наверное, Арбатская школа отличается от района, от школы в Бирюлево или на Теплом Стане. Наверное, отличается. Я не знаю. Но также и в Торонто школы отличаются от товаров. Это частная школа или... Это частная школа. Ну, то есть... Сейчас частная школа. Вы платите деньги за ней? Да. Угу. Да, это не паблик-скул, не обычная школа, куда ходят все и вся, и все дружно не учатся. А сколько стоит в год канадская школа? 24 тысячи долларов. Две тысячи в месяц? Да. Вы сказали, из-за гражданства вы не попадали на медицину. Если бы вы приезжали, перевозили детей без паспорта, сколько стоила бы страховка? Не знаю. У вас? Не знаю. Я, по крайней мере, могу сказать, что попав в канадскую клинику, проведя в ней пять дней, я заплатил, по-моему, 9 тысяч долларов. По какому поводу вы попали? 9 тысяч долларов. Но услуги вам оказали… Да. Меня спасли. Угу. И вы не готовы рассказать, что это было? Не нужно. У вас паспорт – Россия или Канада? Россия. Вы не отказывались от российского гражданства? Нет. Угу. И не собираюсь. Почему? Да как-то нет такой необходимости. Дело не в том, что… Понимаете, я же не считаю… Я родился вообще в другой стране. Я родился в СССР. Угу. Россия – это другая страна. Меня никто… Меня никто не спрашивал. И никто не интересовался моим мнением, да. Ну, так случилось, что я благополучно советский паспорт поменял на российский. Ну, я живу здесь, я здесь работаю, я русский человек. Есть версия, что вы уехали в том числе, чтобы с вами не произошла история, которая много лет спустя произошла с режиссером Кириллом Серебренниковым. Держали ли вы это в голове? Нет. Не держал. Первая причина… Первая основная причина в детях, без сомнения. Вторая причина – это общее состояние атмосферы, которая на сегодняшний день присутствует в пространстве этой территории. Достаточно посмотреть телевизионное вещание, где люди не слушают друг друга, орут, вцепившись друг другу в глотки. И, в общем, желание задавить, порвать на части с телевизионного эфира, в телевизионном экране столь велико, именно потому что оно велико вообще в принципе в воздухе висит. Вот. Именно от этой атмосферы я увёз своих детей. Потому что в этом болоте я умею плавать. Я вырос здесь. И я умею вот так стоять в болоте и говорить «не гони волну». Да? Вот. Я могу. Я не хочу, чтобы они тратили на это время. Не обязательно отстаивать своё мужское достоинство тем, что бить кого-то по лицу. А как ещё? Мужское достоинство и так видно. Поймите, всё, что нас окружает, всё, с чем мы взаимодействуем – любовь, родители, жена, дети, дружба, хобби, увлечение, работа – всё. Всё это система ответственностей. Ты за всё в ответе, маленький принц. Ну так случилось, ничего ты с этим не сделаешь. Вот либо ты можешь нести эту ответственность, либо не можешь. А то, что ты её внесёшь – это видно сразу. Вот это и есть мужское достоинство. Кто атмосферу в России может изменить? Вот ту, от которой вы сбежали. Люди. Люди или человек? Ну, в общем, к сожалению, у нас начинается всё с человека. Потому что у нас нет гражданского общества. Поэтому мы всё возлагаем на человека. Но на самом деле это должно происходить само собой с помощью гражданского общества, в котором существуют независимые суды, независимые средства массовой информации, разделение властей, свободные выборы, желание выбирать, желание разбираться в выборах, желание разбираться в выборных программах и так далее. Вы собираетесь на ближайшие выборы президента? Нет. Почему? Не вижу в этом никакого смысла. А гражданский долг? Это не гражданский долг. Что гражданский долг? Платить налоги только? Мой гражданский долг – платить налоги. Поскольку я плачу большие налоги, реально большие налоги. Я понимаю, что часть из этих налогов, конечно, идёт на то, чтобы производить снаряды, которые потом убивают террористов в Сирии. Но часть, всё-таки, надеюсь, идёт на что-то хорошее. Мой гражданский долг – это вырастить моих детей, это обеспечить старость моей маме, моей тёще достойной старости. Не ту, которую обеспечивает государство, а ту, которую могу я обеспечить. Вот это мой гражданский долг. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. Доктор Рихтер. Алексей, зачем? Что? Мы снялись в этом сериале. А почему я не должен был сниматься? Ну, это калька на Доктор Хаус. Это не калька. А что это? Как тогда это называть? Ну, это Доктор Рихтер, всё-таки это не Доктор Хаус. Это русский доктор. Ну, то есть вы можете объяснить, чем он отличается от вот этот человек, который… Я сложный, со мной тяжело и всё остальное. Чем это отличается от вот типажа этого же? Ну, тем, что его играю я, а не Хью Лори. Это плюс или минус? Ну, для тех, кто меня любит, плюс. А для тех, кто любит Хью Лори, конечно, минус. То есть вы реально довольны сериалом? Я доволен. Качеством этого сериала я как-то доволен. Вы сериал «Родина» смотрели, который адаптировали? Отчасти. Отчасти. Ну, вот там больше проблем, потому что там есть политические проблемы, которые, к сожалению, Лунген не мог, и сценаристы не могли вытащить. А здесь за счёт чего вытащили? Ну, ничего, здесь медицины, здесь нет ничего. Все серии про кандидата в президенты, лежащего в кровати в больничной палате, эту серию убрали. Серию про мафиози тоже убрали. Так что была возможность выбирать. Так, а убрали, если бы не убрали, было бы стыдно? Нет, нет, просто они имели возможность, авторы имели возможность убрать всё то, чего в телевизионном формате невозможно у нас. Ну, всё равно, когда вы соглашаетесь, зачем? Ведь всегда повтор будет хуже оригинала. Почему не потратить своё время на то, чтобы сняться в чём-то? А моя жена говорит, что лучше оригинала. Кто прав? Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. Ваша цитата. Я уже выслушал такое количество мерзостей в свой адрес после интервью, где признался, что собираюсь с семьёй уезжать в Канаду. Писали тогда, возвращайся, мы тебя достойно встретим. И угрозы были и прочая дрянь. И теперь министр культуры говорит, что это он приезжает тут из Канады зарабатывать деньги? Это он говорит мне, который, по сути, содержит его, платит ему зарплату. Я высокооплачиваемый актёр. На одни мои налоги, которые я плачу весьма аккуратно, можно содержать несколько детских садов. А он указывает мне, где сниматься и жить. Это было в 2014 году сказано. А в 2015 вы снялись в главной роли в пока единственном фильме по роману Мединского. Не видите ли вы в этом противоречия? Деньги не пахнут. Ой, Алексей. Я жучу. Я не вижу в этом противоречия. Одно дело, то, что высказывает, и одно дело взгляда Мединского на историю, на политику, на то, как должна строиться государственная система идеологическая. Это одно дело. И другое дело, это его роман, который он написал, приключенческий роман. Абсолютно приключен. Вам он понравился? Роман? Да. Нет, я его не читал. Я читал сценарий. Приключенческий роман, я не увидел в нем ничего такого, за что можно было бы стыдиться. К тому же снимал его мой бывший друг Дима Месхев. Бывший друг? Да. А почему бывший? Ну так случилось, что гонорар за эту картину я так и не получил. Почему? Не знаю. В этом режиссеру, наверное? Ну он же продюсер. А, он и режиссер, и продюсер. Давайте уточним, я правильно понимаю, что ваш съемочный день стоит от 300 до 400 тысяч рублей? Ну где-то в этом, в этом интервале. Сколько там было съемочных дней? Я не помню. Как он объяснил, что денег нет? Ну нет денег, что. Он никак не объяснял, он не нашел возможности мне позвонить. А вы? А я не хожу с протянутой рукой. Ну это же не с протянутой рукой. Это просто позвонил, спросил, Дим, ты забыл, наверное? Не знаю. Мне легче сделать выводы. Это какая-то слишком непрактичная гордость для отца троих детей. Где-то находим, где-то потеряем. Вы пьете? Да. Как часто? Ну когда работаю, почти не пью. А когда не работаю, то с друзьями достаточно часто. Это в какой-то момент становилось проблемой? Ну что вы забухивали? Да нет. Что вы любите больше всего? В смысле? Алкогольный напиток? Водку. То есть это просто застолье с… Застолье с хорошей едой, с хорошей закуской, с холодной ледяной водкой, с хорошими собеседниками. Да, вот так. Это застолье до расслабона или застолье до того, чтобы поднапиться? Я не напиваюсь. Давно уже. Ну как-то уже не получается. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. Ваша цитата. В жизни ничего важнее детей не существует. Согласен. А мне всегда казалось, что это немножко такая пугающая фраза. Потому что вот люди, которые так произносят, они рискуют раствориться в детях. Я миллиард раз видел, как люди, посвятившие свою жизнь детям, они в какой-то момент лишались своей жизни. И вот в какой-то момент они переставали детям быть интересны. Я с ужасом думаю о том, когда дети меня покинут. Я с ужасом об этом думаю. Честно вам скажу. К сожалению, вот я в своей жизни ничего более важного, чем они, и чем моя жена Маша, ничего более важного, ничего в жизни не нашел. Все остальное мне не кажется таким важным. Большего счастья, чем моя жена и мои дети, я не знаю. Во всяком случае, на каннской дорожке я такого счастья не испытываю. Вы никогда не говорили об этом публично. Но я попробую сделать так, чтобы мы поговорили хотя бы чуть-чуть здесь об этом. Насколько я понимаю, Данила и Стёпа, ваши сыновья, они усыновлены. Да. Вы усыновили их в детском доме? Да. Когда это произошло? Данила 13 лет тому назад, Стёпа 12 лет. А сколько им было тогда? То есть они младенцами были? Да нет, два года. Стёпе три. Почему вы пошли на этот непростой шаг? Ну, это очень личная история, на самом деле. Дело всё в том, что у нас с Машей два раза не получилось. Не получилось с детьми. А я её так люблю, что не стал больше устраивать этих провокаций. И мы поняли, что мы можем... Что мы можем это сделать. И Стёпа, и Даня — родные для нас, дети. Как тяжело это сделать в России? Допустим, я решил... Мы не встретились с большими трудностями, честно. Нам в основном помогали. Куда идти? Вот я задумался об этом, допустим? Есть интернет, есть банк данных. Я, например, очень жалею, что... Вот с того момента, как мы переехали во Францию, в Канаду, благодаря закону мерзавцев, принятому Госдумой, мы не можем больше усыновить никого. Потому что ваша жена — гражданка Канады? Потому что моя жена — гражданка Канады. Закон Демьяковлева — это закон подлецов? Это закон мерзавцев. Это даже не при лице, это мерзавцы. Аргумент в том, что в Северной Америке усыновляли для того, чтобы получать льготы. Это всё ерунда. Всё это — ерунда. Тогда, если позвольте... Вы видели мальчика, который разговаривает со своей сестрой, который успел усыновиться, а он не успел? К счастью, нет. Слава Богу. Мы с женой пару раз очень предварительно, очень предварительно начинали разговор, могли бы мы... Мы точно знаем, что не хотели бы рожать третьего ребёнка, но я при этом живу в парадигме, что многодетная семья — это кайфово. Ну это круто, когда он... Это круто. Да. И мы очень предварительно начинали разговор, могли бы мы усыновить ребёнка. И вот буквально обмена парой реплик хватало для того, чтобы и она, и я просто боялись этой мысли. Объясните мне, как не бояться? Нельзя не бояться, это очень страшно. Ну как вы переступили через страх? Да как-как, кверху каком. Переступил — и всё. Ну смотрите, мой страх — их буквально два. Гены? Ерунда. Ну почему? Потому что вы не знаете своих собственных ген. Откуда вы знаете своих ген? Ну я знаю родителей, я знаю бабушек, дедушек. Откуда вы знаете своих родителей? Откуда вы знаете бабушек, дедушек? Откуда вы знаете, кто как жил? Ну, перестаньте. У меня приятель один из Смоленска, я говорю, ты кто там, откуда? Он говорит, да через Смоленск все прошли. Все прошли через Смоленск. Что я могу гарантировать? Какую национальность я в себе могу гарантировать? Второй страх. Гены. Гены, поймите, что вы думаете, что ваш родной ребенок не может вам предложить чего-то страшного, чудовищного, трагического, отвратительного поведения, переходного возраста, посылание вас куда-нибудь в жопу и так далее, и так далее. Все может быть. Все может быть с любым. С родным, неродным. Но для меня они родные, поэтому я говорю про родных. Второй страх, что те дети, которые уже есть, которые кровью родные, ну просто в моем представлении приемных, ну тоже правильно называют родными, потому что очевидно, что Ростов — это не только кровь. Да ты и на руки берешь, они становятся родными. Я примерно так и представляю. Но так иначе, те, кто кровью родные, а не только там жизнью и воспитанием, они его не примут. А брат, сестра, которые живут ни в союзе, ни одной бандой, ни одной командой, это невероятное страдание для родителей, я знаю об этом. Они не примут. Вот как ваша дочь, которая жила с вами на тот момент, когда вы усыновляли детей? Наша дочь прекрасно себя повела. Прекрасно. Потому что она очень хороший человек. И она прекрасно себя повела. Вы проводили работу какую-то для этого? Мы думали, что надо проводить работу, но выяснилось, что совершенно это было излишне. Она и сама все прекрасно по-женски поняла и ощутила, хотя была совсем маленькой девочкой. И было 8 лет примерно. Ну да. Про кровь. Ну что можно сказать про кровь? Ну кто знает, какая там кровь? Степа и Данила из разных детдомов? Да. Вы что-нибудь знаете об их родителях биологических? Очень мало. Только то, что было в карте. Орете ли вы на своих детей? Да. Как часто? Достаточно часто, особенно сейчас, когда у них переходный возраст. А как реагируют канадцы? Ну при канадцах я, во-первых, не ору, и вообще не ору, ну, при людях на них. Без сомнения. Делаю это только дома, исключительно. Угу. Последний повод. То есть что переходный возраст? Они закурили. Курение. Курили. Но вы же сами курите. Я курю. Это лицемерие. Я пытаюсь их спасти от того чего, от той ошибки, которую совершил я. Ну это же беспреспективно. Ну я пытаюсь. Ну вы согласны, что шансов на успех мало? Когда человек сам курит? Нет, они есть. Почему они будут делать то, что делаете? А почему они будут не делать то, что делаете вы? Ну потому что, когда они видят, как я задыхаюсь, после поднятия на второй этаж, я надеюсь, что у них мозгов хватит, чтобы просто этого не делать. Вот и все. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. В чем главная проблема русского кино? В отсутствии сценарного цеха. То есть причина не в режиссерах, у которых руки растут не с того места, и вообще мышление, а именно в том, что... Надо сказать, что с режиссерами это у нас уже как бы неплохо. Я имею в виду не режиссеров так называемого авторского кино, я имею в виду даже режиссеров-снимателей, то есть людей, которые просто снимают, просто снимают тот материал, который им предлагается в качестве сценария. Но качество сценарного материала у нас очень низкое. С чем вы это связываете? Даже не знаю. Ну в Советском Союзе нормальные были сценарии? В Советском Союзе тоже была такая проблема, потому что на самом деле это иллюзия думать, что в Советском Союзе снимались только хорошие фильмы. Видимо, система редактуры, которую проходил каждый сценарий, там понятно, что там среди десяти редакторов два стучало профессионально, два по инициативе, два по необходимости. Остальные все-таки четыре оставались нормальными. И все они были профессиональными. Так что сценарий проходил такое количество рассмотрений и редактирований, что в конце концов все-таки на выходе имелась более цельная, более крепкая, более серьезная продукция. Завершая, перед тем, как перейти к Блицу, огромное количество мыслей, с которыми невозможно не согласиться, когда вы говорите. И в общем, немножко страшно всегда, когда человек напротив тебя сидит и озвучивает твои же мысли, только чуть более или сильно, гораздо более талантливая. Но и готовясь по вашим очень немногочисленным интервью к сегодняшней встрече, и сегодня я не могу отделаться от мысли, что вот когда вы говорите про Россию, для вас Россия равно безнадега. Я ошибаюсь? Ошибаетесь. Нет, просто... Просто история 20... Для истории 20 лет это всего ничего. Это просто нам мгновение. Для человеческой жизни это очень много. И поэтому ты за эти 20 лет должен быть... Ну, сделать что-то максимальное для собственной реализации, для реализации тех, кого ты любишь. А для страны это, в общем, ну, совсем чуть-чуть. Да, мы сделали один шаг вперед. Сейчас сделали три шага назад. Ну, и это пройдет. Ничего страшного. Я уж не говорю о том, что вообще сомневаюсь, что Россия будет в том виде, в каком она сейчас существует. Оу. Ну, конечно. Никуда ты от этого не денешься. Границы будут размываться. Это доказывает и Европа. Названия останутся. Но содержать какие-то вещи легче вместе. Решать какие-то глобальные проблемы, потепление, метеоритов, я не знаю, каких-то катастроф общепланетарного характера гораздо легче вместе. И не надо тратиться самому, там, да, там, пожары, МЧС. Представляете, собираешься содержать МЧС, когда он тебе нужен, там, пять раз в год. У нас чаще. Ну, у нас чаще, да. Ну, у нас, к сожалению, да. Да, у нас, да. Вот. Но на самом деле понятно, что потихонечку все это уйдет, как ушли какие-то профессии, там, да, извозчика, там, я не знаю, там, трубочиста. Ну, нет больше таких профессий. Ну, не будет профессии военного. Ну, не будет. Ну, потому что, то есть будут какие-то, наверное, сверх какие-то секретные отряды, решающие отдельные задачи. А в основном это будут механизмы, роботы, беспилотники. Ну, куда? Ну, война перест... Война... Войной будет заниматься мальчик, который сидит с компьютером и нажимает одну кнопку и обрушивает, не знаю, курс валюты. Ну, это да, это далеко. Смотрите, а... Это не так далеко, это все очень близко. Это все очень близко. Большинство ваших ролей это такой классический русский мужик, потертый жизнью, с кучей проблем. Ну, вы очень популярны, в том числе потому, что огромное количество русских мужчин видят вас и понимают, что, бля, как же он на меня похож. Ну, как же он похож. А много женщин смотрят и понимают, что, блин, ну это тип моего мужика. И вот актер, с которым русский мужик не в героическом смысле этого слова, а вот в настоящем, проблемном, разном ассоциируется, берет и уезжает в другую страну. Как к этому относиться? А как относиться к врачам, которые уезжают лечить детей в Сомали или там в Кении? А как относиться к рабочим, который идет на завод в Hyundai и делает машины Hyundai? Он что? Нет, ну к нему никаких вопросов нет. Почему? Он зарабатывает для Hyundai. Нет, он внутри системы бизнесовой. Hyundai пришел в Россию и создает рабочие места. Он капитализирует Hyundai. Он капитализирует Hyundai. Ну он делает это для русского рынка, так иначе продукт все равно для России. Ну он капитализирует Hyundai. Да. Он капитализирует Hyundai и обогащает Hyundai. Hyundai производит машины здесь, продает и получает прибыль. Как быть с этими людьми? Как быть с людьми, которые оказались в Алма-Ате или в городе Фрунзе по распределению? Врачи, учителя, не знаю, после института. А потом в 91-м году развалился СССР. А гражданство они получить не могут. А как быть с тем, кто влюбился в Чешку или влюбилась в немца и родила твоих детей и воспитывает их в Германии? Вот вся эта, вся эта огромная, огромное количество людей. В Торонто огромная диаспора. В Нью-Йорке огромная. Да везде. Кипр сейчас весь русский. Лондон русский. Не много ли предателей? У нас уже было время, когда было много предателей. Хорошо. А как вы относитесь тогда к людям вроде нас? тех, кто остается жить в России, те, кто колоссальное количество вопросов имеет к действующей власти. Просто иногда эти вопросы не помещаются на любой формат. Но при этом нам важно жить на русской земле. Нам важно жить внутри этой культуры, внутри этого языка. И как вы на нас смотрите? То есть мы для вас наивные, заблуждающиеся люди? А кто? Ну, конечно, нет. Ну, во-первых, я тоже хочу жить внутри этой культуры, внутри языка. Я и живу внутри этой культуры. Я русский человек. Поймите, есть культура, есть уклад. Культура не имеет национальности. Она либо есть, либо ее нет. Так же, как медицина или так же, как наука. У этих категорий нет национальности. Есть уклады, есть фольклор. А культура, либо она есть, либо нет. Либо человек читал, там, американец Фолкнера, а русский Достоевского, либо не читал. Вот и все. И никаких, ну что, я хочу жить, я здесь, и жить я буду здесь, конечно. Когда? Скоро поступят в институт, мальчишки, и вернусь. А, и вы вернетесь? Да. Да, потому что мне тяжело летать. Они поступят в институт, в который они поступят, какой они выберут. Я не знаю, может быть, Степа будет учиться в архитектуре в Барселоне, а Даня в бизнес в Лондоне. Я не знаю. А в МГУ нет? Ну, вы допускаете, что они скажут? Не, папа, я хочу в Москве попробовать. Я сомневаюсь, они не сдадут ЕГЭ. Они не сдадут ЕГЭ. Да, с этим вы пробовали. К сожалению. О чем вы мечтаете? Я мечтаю о двух вещах. Я мечтаю гордиться своими детьми и мечтаю умереть с женой в один день. Блиц. Да. Любимая музыка ваших детей? Рэп. Какие-то имена, может, вы зафиксировали? Наверное, Баста. Во всяком случае, они были счастливы, когда я согласился сняться в клипе «Баста». Выходит, ты в моей жизни была непросто гость, ведь жизнь без тебя разделилась на жизнь до и после. Любимое английское слово? Сеньки. Самое крутое место в Канаде? Ну, Ниагарский водопад, в общем. Это действительно очень впечатляет. Вы впервые там были давно? Я был несколько раз и давно был, и недавно был. Это очень впечатляет. Размером? Размером. Громадой, энергией, мощью. Лучшее место в России? Мой дом. Что вы называете домом? Там, где я живу. Это Подмосковье? Ну, сейчас да. Если молотком по пальцу, вырвется факт или блядь? Блядь. Кленовый сироп или малиновое варенье? Ни то, ни другое. Как побороть пессимизм? Нельзя побороть пессимизм. Вот невозможно. Это такая черта характера, которая, к сожалению, либо дана, либо не дана. Вот я пессимист, а Маша моя оптимист. Вот мы поэтому живем. Почему вы не ставили себе амбиции покорить Голливуд? Нет такой вообще задачи. Вообще такой задачи не стоит. Неинтересно. Если бы мне было 19, 20, ну, 21 год, я бы, может быть, предпринял бы какие-то шаги. Сейчас вообще нет такой задачи. Во-первых, потому что тот рынок переполнен, он перегрет. играть тех же самых бандитов, так лучше здесь. Здесь, по крайней мере, мне платят больше. Вот. А попасть в такое кино, которое, ну, так скажем, художественное, да, практически невозможно. Или точнее, если я в него попаду, то, ну, я в «Магмафии» снялся. Ну, это Британия все-таки. Ну, и снялся я из-за «Левиафана». Ну, то есть «Левиафан» дал мне возможность. Каннский фестиваль, вас заметили? Каннский фестиваль, да. Номинация на европейский «Оскар». Комедия, которая вас рассмешила? Я не смеюсь в кино. Надо сказать честно. Никогда? Ну, как-то у меня не очень получается. У меня вообще, как бы, своеобразное чувство смешного. Поэтому я не особо, не очень смешливый человек. Может, вы вспомните, когда вы последний раз смеялись? Ну, я улыбаюсь на каких-то шутках. Ну, вот так, чтобы я вот хохотал, честно говоря, даже не вспомню. И финальное. Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Хороший вопрос. Я даже думал о нем. И вы знаете, я понял, что я не... Вот я даже не могу себе представить, что ему можно сказать, потому что наше с ним видение мира столь несоединимо, столь не связано, что что бы я ему ни сказал, ничего в нем не переделает и ни к чему не приведет. Вообще. Ни пожелания, ни упрек, ни претензия, ни... ни хвала. Вот. Совершенно. Почему вы им недовольны? Что им больше всего не нравится? 2В. Вранье и воровство. Бесконечное. Которое в стране? Да. Вранье и воровство. Конкурс. Приз. Что вы принесли в качестве подарка нашим зрителям? Вот. Вот такую скульптуру. Я не знаю, правда, для чего. Но я собираю руки. Ага. Ну, вот это одна из тех рук, которая у меня стояла на полке. Я подумал, что, наверное, кому-то это может пригодиться. Это очень... Это очень... В общем, это можно по-разному оценивать. Ну, судя по твоей передаче, которая называется «Вдуть». Да. В общем, применять ее можно по-разному. Итак, друзья. Алексей Серебряков. Вы хоть раз играли в комедии? Да. Это какая? Два раза. Так. Я снимался у режиссера Полынникова в комедии «Обнаженные в шляпе». Так. И в другой тоже комедии у него же под названием «Тонкая штучка». Вот две такие комедии. «Обнаженная в шляпе» была лидером прям кинопоказа в 89-90-м году. Ну, в общем, из 160 ролей у Алексея Серебрякова целых две комедийные. Ну и «Жмурки». А, точно. Еще же и «Жмурки». «Жмурки» «Балабанова». Три. Давайте при... «Жмурки» были не так давно, но все равно уже целое поколение слушающие «Фейса». И даже «Фейс» выросли за это время. Давайте придумаем комедийную роль для очень серьезного, очень рефлексирующего человека Алексея Серебрякова. И кто придумает самую изощренную, необычную, яркую комедийную роль, того мы отберем и подарим вот этот замечательный сувенир от нашего героя. Отлично. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok